Вы сказали о том, что предчувствие беды может прийти во сне, если он очень такой явственный. Что с этим делать дальше, если такой сон приснился? Если такой сон приснился, нужно молиться до тех пор, пока твое сердце не почувствует спокойствие и силу в отношении с этим сном. То есть, если это действительно беда, то она выйдет как объем работы. То есть сначала она может начать тебя пугать, а потом ты постепенно привыкнешь к этому. Ну то есть, с этим делать надо трудиться с этим, трудиться с сердцем. А если сон приснился не мне, но про меня, то есть приснился моей матери, но она больше... А что ей приснилось? Ну я постараюсь вкратце. В октябре умер отец, с которым мы не общались очень много лет. И во сне ей приснилось, что мы вдвоем от него убегаем, чувствуя от него какую-то опасность. И она в какой-то момент укрылась, а он дальше побежал за мной. И она... Да, я согласен, что это отцом предупреждения. Для меня есть или для меня? У меня есть на это основание, то есть я протестирую. Сила этой энергии пошла у меня по левой руке, для мужчины это неблагоприятно. Ну то есть я думал о вас в это время. Это значит, что есть какая-то опасность в вашей сути. Я смотрю как бы на вас, пытаюсь эту энергию по вам пропустить, вижу, что по вам она идет по правой руке. Это значит, что опасность есть. Но это всего лишь объем работы. Запомните. Если вы ее испугаетесь, эту опасность, значит она пересилила вас. А если вы, думая о ней, будете думать о Боге, значит вы пересилили ее. Ну я приблизительно то же самое хочу. Значит тогда все будет хорошо. Первое, вы предупреждены, означает уже милость. Второе, еще раз предупреждены, опять милость. И третье, правильное настроение. Испуг является неудачей. Нельзя пугаться. Я больше просто приготовилась. Надо принять. Вот понимаете, когда пришла судьба, вот такой стимистер бандит хочет вас убить. Прям пистолет выставил. Нужно принять. Судьбу всегда сначала надо принять. Не то, что типа стреляй мне в капсомольскую грудь, понимаете, еще раз крыть ее. Это не принятие, это не это. Это понты, понимаете. Вот принятие означает, что человек прощает того, кто хочет это сделать. Он по-доброму к нему относится. Он прощает, по-доброму относится. И чаще всего этого достаточно, что человек не сможет сделать то, что он хочет сделать. Уже не сможет. Этого достаточно. Понимаете, есть... Когда вы по-доброму относитесь к человеку, дальше вы видите, что он не принимает вашу доброту. Все равно хочет совершить ваш над вами насилие, потому что он злой, этот человек. Тогда в этом случае надо принять то, что он хочет сделать зло над вами. По-доброму к нему относиться, но зло ему вернуть назад. Понимаете, то есть он не остепенился, а как бы он реально по своей воле уже. То есть воли Бога нет в том, что он хочет сделать. Он хочет по своей воле что-то сделать. Возьмите его волю, переварите свои силы, аскезы внутренние. Если у вас хватит на это силы. И отдайте ему назад. И с ним произойдет то, что он хочет сделать с вами. Другого выхода нет. Понимаете? Человек должен защищать свою жизнь. Чаще всего такие ощущения приходят раньше, чем событие может произойти. Допустим, кто-то решил вас посадить в тюрьму. Незаслуженно. Вы по-доброму отнеситесь к этому человеку. Если ваши ощущения и события не прошли, значит этот человек по своей злой воле, своей силой, силой своей аскезы хочет вас засадить в тюрьму. Это возможно. Своей силой аскезы кого-то засадить в тюрьму возможно. Если человек позволяет своей слабостью сердце это сделать. То есть он сломался, испугался. Если же он настроен на Бога, совершает аскез, допустим, вы не двигаетесь, спаститесь. Те же самые, или бежите, допустим. Те же самые аскезы совершаете, при этом концентрируетесь на Бога. То в какой-то момент его поступок перестанет вас пугать. Это значит, что у вас достаточно силы, чтобы его вернуть назад. И в тот момент, когда этот поступок вас не пугает, и сердце, еще один критерий. Ваше сердце к нему по-доброму относится, не по-злому. В этот момент скажите просто, возьми назад то, что хочешь сделать другому. И он возьмет это назад. Хоть хочет он это, хоть нет. Так действует только Господь. Он ему вернет назад эту силу злую, и ей же будет его разрушать. Я много раз это испытывал на своей жизни. Бывало такое, что кто-то хотел меня убить там, или еще что-то. Такое было. Я просто принимал сначала по-доброму, потом смотрел. Иногда просто все проходило. Ты по-доброму относишься к этому человеку, он трезвеет. Это добрые люди. Искренне заблуждается человек. Но бывало, что не проходило это. И тогда нужны силы, чтобы вернуть назад свои аскезы. Ты можешь вернуть назад это. Но бывает так, что не можешь. Так бывает, что не можешь. То есть у тебя не хватит силы, чтобы вернуть это назад. Это значит, что ты Богу что-то сильно задолжал. И придется принять насилие на себя. Но это бывает очень редко. Очень редко. И это значит, что это особое испытание Бога. Ты достаточно сильный, чтобы побеждать судьбу. Но Бог хочет испытать тебя не на силу, а на веру в Него. И Он даже может забрать жизнь для того, чтобы отдать потом новую. Но когда человек благородно и сильно отдал свою жизнь, используя все, что он мог, чтобы ее сохранить, в следующей жизни Бог наделяет такого человека особой силой, которую сломать просто так невозможно никому. Но чаще всего этого не происходит, еще раз повторяю. А бывает и такое, что Бог показывает человеку, что он своими силами не может противостоять злу. Но человек все равно твердо стоит на святости, чистоте и доброте. И в этом случае Бог может на время забрать у человека жизнь, потом его вернуть и наказать тех, кто посмел на его слугу напасть. Так было с Серафимом Саровским. Понимаете? Никогда зло не может одобреть того, кто творит добро. Чаще всего, в 99% случаев, вы победите, если вы правильно себя ведете. Вы настроены на Бога и с добротой относитесь к агрессору. 100%, 99% вы победите. 99% на волю Бога оставляете. Это значит, что особое испытание он вам хочет дать. И это тоже нормально. Испытание не сломает вас, несомненно, но укрепит. Это некое подразделение мое, я как понимаю, дальнее. Немножко вернуть меня в правильное русло. Вы в правильном русле. 1% не для вас. Это не ваш случай. Спасибо. У вас нет шансов, что если вы будете дальше так настроены молиться, тут нет шансов, что это событие вас сломает. Просто нет шансов. Больше того, я даже как бы сейчас от Бога идут подсказки, что это событие, это поездка какая-то. Просто старайтесь сейчас в течение года ограничить поездки. То есть несчастный случай может произойти в дороге у вас. Ведь я даже вам предупреждение уже конкретное отдал. Я поняла. Я прослушаюсь. Спасибо. Я не вижу никаких шансов, что это получилось. Ваш вопрос на третьем репетре. Где-где? Будете добраться. Спасибо. Спасибо. Я хотела спросить к вашим словам. Вы сказали, что мужчинам нужно обратное воспитание настраиваться так. У меня были такие отношения. Но я не хотела. Так получилось, что я ему... Он соприкоснулся с моим обыдом в жизни. Я очень часто пожу в храмы на подобные лекции. Ну, уже лет 10, наверное. И по святым местам езжу, окунаюсь там в священные воды. Ну, помимо этого еще физически. В лес хожу, там на лыжах, парашюты, парапланы. Ну, активная жизнь. В общем, деревья любят тоже, как говорите, музыку. Вот он соприкоснулся с этой моей жизнью. И стало... У него по всем сферам стало идти обдоровление, улучшение. И избавился он и от болезней. В чем ваш вопрос? Вопрос тот, что человек улучшил свою жизнь, своих родственников даже. И потом спокойно от меня избавился. Значит, это было несколько лет, а я осталась... А я вот заболела. Заболела? И что, не можете забыть этого человека? Нет, у меня как бы уже давно было, прошли все эмоциональные, нет, связи. Я к тому, что вот как все-таки что-то здесь есть неправильное. Что, неправильно? Все правильно. А что же было у меня-то? Потому что вы верили в человека больше, чем Бога. И сейчас до сих пор чуть-чуть так верите. А надо Бога больше верить, чем в человека. Бог уже устал ждать. Он давно вам уже держит хорошего человека рядом с вами, но устал ждать, когда в него поверить настолько, чтобы вам его дать. Вот я хотела как раз... Ну, устал он ждать уже. Ну, давайте быстрее уже поверьте, я скоро замуж. Боюсь, чтобы не повторилась такая ситуация. Ничего не повториться, что повторится. Все повторяется, только когда человек не сдал экзамен. Надо в него поверить сейчас по-настоящему, и все, и замуж. Уже есть человек, Бог ждет уже. Я про то, что я его буду опять сейчас воспитывать. А? Кончится опять так же, я вот это не боюсь, чтобы не повториться. Я ничего бояться, все нормально будет, ничего бояться. Ну, что-то, может, неправильно. Это значит, что вы еще не поверили. Нет, я поверила. Нет, не поверили. Да, поверите, бояться ничего не будете. Все, будьте. Да, Легенеджи, все равно я знаю, что все нормально. Вы не будете ничего бояться, когда поверите. Сейчас боитесь, значит, не поверили. Зато заставить. А что надо? Надо? Киртанам означает. Совместная молитва. Много людей вместе, как сейчас мы будем делать. Шраванам означает. Слушать сильно Бога, те, кто молится. и глотать пыль Вриндауна. Глотать пыль Вриндауна означает глотать пыль святого места, ходить в среднем из того, что надо делать. Понятно, что делать? Одно это делать? Вам же сказали, что совместная молитва, ходить в храм, кланяться, глотать пыль храмов. Я между мужчинами много надо туда? Какого мужчина? Который у нас питатель. Есть мужчина, что ли? Сказали, что держит около меня. Мужина есть? Вы сказали, что держит около меня. Держит рядом, да. Пока не показалось. Или показалось? Показал только. А что вы от меня хотите тогда? Да, лекарь еще, у меня есть лицо. Ну, тащите его за шкетку в храм тогда. Что вы от меня хотите? Ну, показал Бог усину. Что тогда? Вопрос-то в чем? Вопрос-то в том, что у меня вот такое было, и вот всем кончилось. Я не хочу, чтобы повторилась. А, вот в чем вопрос. Я понял. По башке вам надо. Спасибо. Спасибо. Все, я вас благословил. Все будет нормально. Женщине всегда нужно от старшего благословить, чтобы она успокоилась. Получила благословение. Успокойся. У одного человека он очень искренне любил женщину. Естественно, в таких случаях его бросают. Если ты поверил в человека, значит, человек тебя бросит. Потому что он же не Бог. Он не может держать твою веру. Понимаете? И дальше интересная вещь. То есть человек постоянно помнил, молился в духовной практике, но всегда вспоминал. Всегда вспоминал. И тем временем, как бы, появился другой человек. Создалась семья. Они начали жить вместе. И в тот момент, когда он видел чистоту, эту глубину и верность вот у этого другого человека, его отпустил. Понимаете? То есть в этом случае, смотрите, как бы человек верит в Бога. Все нормально. У него все приоритеты поставлены. Но все равно, как бы, хочется жить чистых отношений с человеком. Правда? И вот почему воспоминания-то были? Потому что не хватало этих чистых отношений с человеком. Но когда они появились, что произошло? Облегчение. Ну, то есть, другими словами, нужно учиться ждать. Понимаете? Если ты хочешь облегчения, ну, чуть-чуть подожди, просто ты пойми, что делать. Вот если, допустим, ты чувствуешь несправедливость, которую, как бы, ну, ты молился, 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 ничего не лишилось. А человека надо просто наказать. Накажи его. И тебе станет легче. Потому что иногда Бог этого хочет от нас. Понимаете? Второй вариант. Допустим, ты жил, жил с кем-то, и тебя бросили. Чувствуешь несправедливость. Не надо наказывать. Ты жил неправильно. Чего наказывать? Да кого наказывать? Люди неправильно живут, бросают друг друга. Надо просто начать жить правильно. И у тебя все наладится. Понимаете? Если кто-то и ушел из жизни, установи с ним чистую светлую связь через святость. И ты увидишь, что ты не потерял этого человека. Бывает, что камень возникает в сердце. Вот еще от чего забыл сказать. Уходит в жизни человек, да? Жил неправильно. У вас камень на сердце, вам плохо, вам тяжело, вы не можете ничего с собой сделать. И вы как бы плохо. Поднимите руку вот так. Есть такой вариант камня на сердце? Знаете, это значит, что вы должны начать молиться за этого человека. Потому что в данном случае камень на сердце означает, что его тянет в ад, этого человека. А вы должны помочь, потому что больше некому. И его душа просит о помощи, и поэтому она тянет из вас вот эти силы. И вас вот так пригибает, да? Гнет вот так книзу. Это означает, что надо найти время, думать о Боге, молиться. И в сердце просто желать этому человеку. Не думать об этом человеку, думать о Боге. И желать перед молитвой, или после молитвы, или то и другое, чтобы эта молитва была для этого человека, и придет облегчение. То есть камень на сердце в данном случае обозначает, нужна аскеза. Нужно совершить вот эту вот молитву для того, чтобы облегчить свое сердце. Это еще один вариант, который вы должны знать. Бывает, допустим, какой-то родственник, который живет неправильно. Камень на сердце за его жизнь. И часто люди говорят, что я могу ему сказать, чтобы он изменился. Ничего не можете сказать. Потому что, еще раз послушайте, есть определенная последовательность. У человека есть в сердце вот эта вот зона, в которой мы живем, есть между нами что-то, и есть у него внутри. Сказать означает, что между нами чистое пространство. Вот кому я могу сказать, тот, кто мне доверяет, чистое пространство между нами. Я говорю, и вот мое прошло через это чистое пространство туда. Слова напрямую не действуют, через вот эту связь действуют. Поэтому, что нужно сделать? Сначала ты молишься Богу, и у тебя в сердце возникает спокойствие по поводу этого родственника, что у него все будет хорошо. Потом молись дальше, потому что еще не время ему что-то сказать. И в тот момент, когда ты реально почувствуешь, что ты можешь ему уже сказать, это прямо такое чувство возникнет. Бери и говори, и он будет слушать, потому что вы ниточку между вами очистите. Понимаете? То есть, другими словами, если вы чувствуете долг перед каким-то человеком, то этот долг реализуется сначала через молитву. Слова здесь не работают, потому что между вами есть определенная засоренность в сердце. Понимаете? Поднимите руку, у кого так получилось сделать. Послу слышал, начал меняться. Все, вот все, вы путь свой прошли. Сердце легче стало. Вот почему тяжесть сердца по отношению родственнику? Потому что вы не знаете, что делать. Я вам рассказал, что делать. Сначала молитва, уже будет облегчение в сердце, уже будет легче. Потом дальше молитва, связь. То есть, вы чувствуете, можете сказать, говорите. Не бойтесь, он будет слушать в этот момент. Но говорить надо по-доброму, спокойно, ненавязчиво. Знаете, что часто люди думают, что если я сильно скажу, значит сильно услышат. Вот это неправильное мышление. Нужно понять, что в отношении к между родственникам очень сильная, высокая чувствительность. Вот я, допустим, своей жене все говорю полушутку, если что-то хочу сказать. Но сначала я должен в молитве успокоиться, что она не так делает. А потом полушутя ей говорю, и она тогда слышит. Вот этот феномен, понимаете, вот в чем феномен заключается. Родственникам надо помолиться, успокоиться, что он так живет. А потом по-доброму говорить, как надо. И что произойдет, он начнет делать. Понимаете, по-доброму означает ненавязчиво, спокойно, ласково. Допустим, девушка встречается с парнями, ее постоянно бросают. У нее возникает обида на судьбу, она думает, она никому не нужна. Мы в этом мире вообще никому не нужны, кроме Бога. Вообще никому. Вот что нужно парням от женщин, знаете, в счастье. Если от тебя счастье не идет, они бросают. Что надо сделать? Ну, стань счастливой. И бросать тебя никто не будет. Вы скажете, а потом, Олег Геннадьевич, когда мы будем жить вместе, если судьба навалится, я буду больной, меня опять бросят. Хороший вопрос. На него в ответ есть. Если вы будете жить с человеком, поставите дом-алтарь, начнете молитву, начнете духовную жизнь, и через какое-то время совесть придет в вашу жизнь. Совесть? Что это такое, знаете? Это Господь в сердце. Вот Господь может жить на алтаре, но Он должен включиться в сердце. Знаете, что если у вас Господь в сердце включился, у мужа включится по-любому. Потому что мужчина всегда все самое лучшее берет от своей жены. Да, мужчина смотрит на женщину и видит нечистоту, видит все самое лучшее. И поэтому он неосознно копирует ее. Поэтому женщина первый учитель, даже для детей. Она же, когда любит, она все самое лучшее отдает, самое чистое, светлое. И это и есть совесть. Совесть женщина включает в человека. И поэтому не бойтесь. Просто начните жить правильно. Вот почему муж уходит? А потому что вы неправильно жили. Вы жили для детей, жили для работы, для квартиры. А надо жить для Бога. То есть надо поставить алтарь и начать жить для Бога. Вы для Бога будете жить, Он сразу откроется. На результате муж уйти не сможет. Он будет пытаться уйти, но не сможет. Почему? Совесть не позволит. А почему люди уходят друг от друга? Знаете, в чем причина? Потому что они неправильно понимают, что такое любовь. А правильное понимание любви — это очень сложная вещь. Понимаете? Вот когда ты будешь испытывать чистое, светлое чувство от человека, ты никогда от него не уйдешь. Куда идти? Для чего? Ты уже почувствовал самое лучшее. Зачем тебе уходить? Уходят люди, потому что они ищут влюбленности. Они хотят наслаждаться, хотят друг другом. Чистоты не почувствовали еще друг другу. Так вот к этой чистоте женщина и должна стремиться. Потому что женщина является олицетворением любви. Она — центр семьи. Вот она и должна направить себя к Богу. Мужчина подтянется позже. Субтитры создавал DimaTorzok